12 лет назад в селе Тогус-Булак была построена абсолютно новая школа. Однако и 10 лет не прошло, как она стала рушиться. С виду вполне приличное здание, но изнутри стены кабинетов покрылись плесенью. Плесень представляет собой особо опасные грибки, которые ещё плохо изучены. Она везде суще, всеядна и обычно незаметна. Всего в школе обучается около 400 учеников. Эта школа была открыта в 2005 году, но Государственное агентство архитектуры на основе проверок 9 и 16 января 2015 года приняло решение о том, что школа не подлежит дальнейшему пользованию. Именно с того момента нам приходится заниматься в сельском доме культуры. Мы просим в кратчайшие сроки внести нашу школу в список государственной программы строительства школ и помочь нам, построив новую школу. Нашему посёлку она просто необходима. Так как здание было построено не для школы, дети занимаются в тесных, не соответствующих санитарным нормам кабинетах. Родители, в свою очередь, также сильно переживают по поводу отсутствия школы. «Хотели бы обратиться к Алмазбеку Шершеновичу. Наша школа стала совсем непригодна. Приходит комиссия за комиссией и твердят, что школа не годится. От лица всех родителей хочу попросить вас построить на новую школу». По словам одного из депутатов Аильного Кинеша Таузбулак, это здание было построено на основе тендера, объявленного Министерством чрезвычайных ситуаций. Однако из-за того, что сам процесс работ по школе не соответствовал нормам строительства, сегодня этой школы для них практически нет. «Школа была построена неправильно, и из-за этого она сейчас не подлежит к использованию. По многочисленным заявлениям учителей, родителей и школьников мы привели сюда на проверку специалистов Государственного агентства архитектуры и строительства, санэпидемстанцию Томского района, и все в один голос твердят, что школа непригодна. Обращаемся к президенту Кыргызской республики Алмазбеку Шершеновичу, премьер-министру Сорумбаю Шариповичу, а также депутатам Джогурку Кинеша. Очень просим вас добавить в список государственной программы строительства школ и нашу школу». Как известно, многие дети мечтают об игрушках, развлечениях, ну а эти дети мечтают о школе. Несмотря на невозможные условия, в них все еще живет тяга к знаниям. «Наша школа непригодна. Там грибок появился. Сейчас мы учимся в клубе. Здесь классов недостаточно, кабинеты тесные. Если бы нам построили новую школу, мы были бы очень рады, и наши знания были бы лучше. Мы тут уже замучились». Дети – наше будущее, говорим мы очень часто. Однако не стоит забывать, что будущее ребенка – это его образование. Айзада Урумбаева, Бекназар Шамамбетов, Пирамида.